Старый скупой мистер Скрудж давно не любил никого и ничего, кроме собственных денег. Он не понимал радости, которую другим приносили Рождество и Новый год. Поэтому, в канун праздника, старик отказался отпустить своего помощника с работы пораньше, который хотел купить подарок своему сыну. Мистер Скрудж даже отклонил приглашение своего племянника отпраздновать Рождество в кругу семьи, а также отказался пожертвовать деньги на помощь нуждающимся детям. Поздно вечером старик закрыл офис и отправился домой. И тут в его спальне начали происходить какие-то странности. Откуда-то подул ветер, загремел гром, и перед ним вдруг появился призрак его компаньона, который умер на прошлое Рождество. Мистер Скрудж был очень напуган и не понимал, что происходит. Дух сказал, что после смерти он был наказан за то, что при жизни не делал добро и не помогал людям. Он не хотел, чтобы та же участь постигла и старика. Поэтому он предупредил Скруджа, что вскоре его посетят три других призрака. После этих слов дух исчез. Старик сделал вид, что ничего не произошло. Но вскоре перед ним появился призрак ребенка. Мистер Скрудж был ошеломлен, потому что это был дух его прошлых лет. Призрак с помощью магии перенес их в прошлое. Старик увидел себя маленьким мальчиком в городке, где он родился и вырос. Он украшал новогоднюю елку, и ему было очень весело. Затем мистер Скрудж увидел себя в юности в день, когда он, полный восторга и надежд, делал предложение своей возлюбленной. После этого старик увидел себя повзрослевшим. Его жена плакала, а он не мог понять, почему она решила с ним расстаться. Дело в том, что Скрудж больше не уделял ей внимания, а думал только о деньгах. Старик не мог смотреть на такого себя и попросил призрака вернуть его обратно. В конце концов дух исчез, но вместо него появился другой призрак. Он перенес Скруджа в дом его помощника в канун нынешнего Рождества. За небогатым столом сидела вся семья. Старик был уверен, что все они ненавидят его, но он убедился, что это было не так. Помощник предложил тост за здоровье мистера Скруджа, и его жена очень охотно присоединилась к тосту. И тут старик заметил, что сын его помощника был болен. Скруджу стало жалко ребенка и стыдно за свое поведение. Далее призрак перенес старика в дом его племянника. Вся его семья радовалась празднику. И главное, они оставили место за столом для мистера Скруджа. Старик не ожидал увидеть такое. Он всегда думал, что вся семья ненавидит его. В конце концов призрак исчез, но вместо него появился дух будущих лет. Он перенес мистера Скруджа на собственные похороны. Все говорили о том, что им стало легче, когда старик наконец-то умер. Лишь тогда он осознал, что за всю свою жизнь никому не принес добра. Затем Скрудж увидел своего помощника, который нес цветы на могилку своего сына. Старик не мог больше на это смотреть и попросил призрака вернуть его обратно. Третий дух исчез, а Скрудж снова оказался у себя дома. Старик окончательно решил измениться в лучшую сторону. К счастью, он обнаружил, что время вернулось на несколько часов назад. Мистер Скрудж решил не терять ни минуты. У него все еще было время все изменить. Старик искренне радовался приближающемуся Рождеству. Он послал самую дорогую и жирную индейку в дом своего помощника. Затем Скрудж отправил подарок сыну помощника и пожертвовал огромную сумму денег на благотворительность. После этого старик отправился праздновать Рождество к племяннику, где его радостно приняла вся семья. На следующий день, когда помощник Скруджа пришел на работу, он повысил ему жалование. Для его сына старик стал крестным отцом. Мистер Скрудж обеспечил мальчику самое лучшее лечение, и он продолжал радоваться здоровой жизни. С тех пор скупой старик стал самым добрым и щедрым человеком в городе и заслужил всеобщую любовь и уважение.